Теперь давайте посмотрим, что же мы можем сделать с теми объектами, которые мы создали с помощью конструктора. Давайте сначала определим пустой класс. Наш класс, он на самом деле пока что ничего не будет делать, у него будет абсолютно пустое тело. Для этого мы используем ключевое слово PASS. Наш класс будет называться Counter. И по смыслу он будет счетчиком. В какой-то момент времени мы захотим его увеличивать, смотреть его текущее состояние и, если что, его обнулять. Когда исполнится определение нашего класса Counter, с именем Counter в глобальном неймспейсе, будет связан объект в оперативной памяти. Этот объект соответствует, собственно, классу, который мы только что создали. Это и будет наш класс Counter. А это, как и обычный, схематичный будет изображение нашей оперативной памяти. Если мы выведем на экран, просто скажем, там, PrintCounter, мы увидим, что Counter это класс Object. Теперь давайте воспользуемся конструктором и создадим объект типа Counter. Пускай это будет объект X. Если мы напишем PrintX, например, мы увидим, что X это так называемый instance object. Или, пожалуй, самый корректный перевод на русский это экземпляр класса Counter. Что же мы можем делать с экземплярами класса? Если для самого класса было верно, что мы можем вызвать от него конструктор и использовать атрибуты, то есть присваивать новые или переиспользовать какие-то старые, которые мы уже определили, то для экземпляров класса верно только второе. Для экземпляров класса мы можем лишь пользоваться атрибутами. И прежде всего нам нужно понять, как создавать атрибуты. Когда мы пишем X равно Counter, когда мы запускаем наш конструктор, в оперативной памяти также появляется объект для, собственно, объекта экземпляра. Я вот здесь подпишу instance, чтобы мы их не путали. Вот. Когда мы пишем X.Count равно 0, мы создаем новый атрибут у нашего объекта instance, то есть объекта экземпляра. Важно понимать, что так же, как и с классом, с каждым instance, с каждым экземпляром нашего класса будет ассоциировано пространство имен. И именно в этом пространстве имен мы будем создавать новые имена и присваивать им какие-то объекты. В таком случае в нашем пространстве имен, которое ассоциировано с нашим экземпляром, мы записываем, что есть имя Count, и оно ссылается на 0. Затем, когда мы решим присваивать нашему атрибуту Count значение единички, то есть увеличить наше значение на 1, мы просто проссорируем имя в этом же пространстве имен с новым объектом 1. То есть мы забудем эту ссылку и скажем, что теперь имя Count из пространства имен, которое связано с экземпляром нашего класса, будет ссылаться на единичку. Давайте самую малость подытожим. У нас есть объекты класса и у нас есть объекты экземпляры. Экземпляры имеют тип нашего класса, который мы создаем. Конструктор позволяет нам создавать экземпляры. И что у объекта класса, что у объектов экземпляров, есть свое собственное пространство имен. Атрибуты в этом пространстве имен мы можем изменять и можем создавать.